элегантный партнер проекта компания эталон добрый вечер сегодня поговорим о масках и несвойственных ролях для вас старая тибетская сказка лиса в лечении короля устраивайтесь поудобнее однажды лиса совершенно случайно попала в чан с краской пришел солнечный день шерсть на лисе подсохла но странное дело шкура лисы стала походить цветом на бирюзовый камень а как известно именно этот камень в тибете ценится больше других обрадовалась лиса задрала голову надулась ходит важная ни на кого не глядит повстречал лису заяц так то такая и откуда зверь с такой шкурой мне не знаком я королева всех зверей меня зовут дзаца я спустилась на землю по велению небесного императора быстро разнеслась по лесу молва новая королева объявилась все звери повинуются новой королеве даже лев гроза лесов день и ночь стоит на страже охраняет строгую королеву и вот однажды лисица захотела чтоб на нее посмотрела родная мать пусть знает какова у нее дочь без ее помощи между прочим в королевы выбилась подумала лиса и приказала тигр беги за девять горы девять рек там у ключа найдешь нору в норе живет моя мать вели ей явиться сюда не посмела слушаться храбрый тигр бросился на поиски матери королевы девять гор и девять рек не преграда для тигра в миг добежал до звонкого ключа отыскал на ру а там обыкновенная лисица значит и наша королева тоже из той же породы пронеслось в голове тигра и ни слова не говоря он ринулся обратно добежал до последней горы откуда весь лес был как на ладони и как закричит гоните шарлатанку бейте ее это не королева это самое обыкновенная лиса я только что видел ее мать но как говорится не пойман не вор стали судить рядить звери как доказать что королева простая лиса и тогда хитрый хорек которому больше других пришлось быть у королевы на побегушках предложил слышал я что лисицы хорошо плавают пойдем к реке устроим гонки если королева всех обгонит пусть и впредь остается на троне так и сделали подошли к реке харька назначили судьей по его команде кинулось зверье воду и вдруг все увидели что прозрачная вода вокруг лисы замутилась гонки остановили вытащили королеву из реки и сразу все стало ясно шла прочь сурово проговорил старый слон таким королевом не место у нас он приподнял мошенницу хоботом и швырнул ее далеко на другой берег при том что лесу наказали вроде бы справедливо я бы отметил что ничего особенного она ведь среди зверей не сотворила притворилась королевой да но если бы не она притворился бы кто-нибудь другой если зверью так необходимо кому-нибудь поклоняться и чьи-то просьбы исполнять почему не лисье какая разница кто именно сидит на спине слона и ради кого на побегушках под джунглям носится тигр мир то ведь не меняется разоблачили шарлатанку в первую очередь из-за того что она оказалась точно такой же как и все остальные кто ей прислуживал она из обычной породы ничего особенного такая же мелочная и в сущности простоватая только ей повезло вовремя измазаться краской а кому-то не повезло именно этого джунгли простить лисе не смогли спокойной ночи а а а а а а а а